США, штат Аризона. Место, где проводятся тысячи аукционов с недвижимостью каждый день. Здесь люди зарабатывают миллионы. Присоединяйтесь к ним прямо сейчас с Eastern Union. Ссылка в описании. Я сейчас здесь, в Мельницком, в Сашку. Ну, блин, я так дорогу знаю, я не знаю адреса, вот, не знаю ничего. Там не лезешь. Ну, машину, да, оставляю там. Не гонял, лежил в пасту. Ну, я пошустрее вернуться. Сам все не знаю, что я пошустрее вернуться. Куда? Ну, отдать машину. Ты где был новинка? Ну, ездил, блядь, катался, смотрел. Ссылка на салт? Ссылка на салт? Так, каждый день. Я тебя не башу. Ну, само собой, естественно. Помогай. Понял? Все нормально, салт? Все. Друзья, значит, мы находимся сейчас в Хмельницке. Это Главное управление ГАИ, областное. Мы сейчас пойдем к начальнику, продемонстрируем ему то, что удалось нам зафиксировать по работе данного города. Посмотрим, как он отреагирует, какие меры примет. В общем, пойдемте, познакомимся с ним. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. У меня был бы у вас случайник, если можно. Виталий Ивановича. Виталий Иванович? Да. Виталий Иванович. Не, у меня не маленькая. Ну, зам его. Зам я. На улице безбуду. Да, если можно. Тільки, что мы в коробке на улице. Виталий Иванович вообще бывает на работе? Був, сегодня на работе. Он, может быть, попозже будет, да? Конечно. А, нет? Будет, будет. Скоро будет. Я в курсе. Вы знаете, да? Да. У нас же все идут в реорганизации. То есть он занят, он сейчас не может. До времени? По правилам нет. Заряженный смертью, Финсмаль? Да. Хороший? Я, смотрите. Пригадал. Ага, ясно. Военную тематику. Смотрите. Значит, мы по какому вопросу пришли? Вы, наверное, знаете, что не так давно в вашей области был конфликт с журналистом дорожного контроля с Матсиотским Виталием. Вам знаком такой человек? Да. Это активист. Я так понимаю, что вы выдвинули против него какие-то судебные позовы. Журналист. Журналист, да. За то, что он, по вашему мнению, как-то вас скомпрометировал. То есть ваше управление не вас лично, а ваше управление. Сейчас вы будете с ним судиться. Я не знаю, что будем судиться. Ну, как вы, замначальник, сейчас ваш департамент подал судовой позов на нем. И вот, на заварном буду суд, я буду разглядать эти справа. Это ваше управление инициировало. Это не он, это вы, по сути. Но суть какова? То есть мы с ним встречались, обсуждали этот момент. Он сказал, что действительно в Милицкой области... Мы с ним встречались, обсуждали эту ситуацию. Он нам сказал, что в Милицкой области действительно существует коррупция в органах ГАИ, то есть существует взяточество на дороге, вымогательство и прочее, прочее, прочее. Рассказал нам детально, какие бывают схемы, как они работают. Вам что-то об этом известно? Нет. Значит, мы... Абсолютно. На представе, чего можно выдвигать такие, если допустим, у него какая-то информация, будь ласка, надавайте, мы будем разбираться тут без всяких питаний. Да, нас тоже это заинтересовало. Я говорю, как так. Он нам рассказал, в принципе, какие схемы бытуют у вас на вашей области. Схем не бытует никаких. С моим допустим... Я вас сейчас ознакомлю. Я просто забегаю вперед. Забегаю вперед, я просто вам поясняю, что как бы нас заинтересовало, почему именно вы решили судиться с этим человеком. Что же действительно является с его стороны поклепом, назовем так. Может быть, действительно он был необъективен, может быть, действительно в вашей области все в порядке, а он решил очернить ее или еще как-то. Мы решили разобраться с ним, пообщались. Он нам все рассказал детально, что и как происходит. Мы приехали сегодня к вам в область, провели небольшой рейд по вашей области, посмотрели, как работает ГАИ. И за этот небольшой рейд нам удалось выяснить очень много интересных фактов. Мы сейчас хотели бы от вас содействия какого? Мы скажем вам номер автомобиля, инспекторов ГАИ. У тебя записан. Да, да, у тебя записан в звонках. Дай мне, пожалуйста, телефон. Значит, ну, скажем номер телефона, если это возможно, хотелось бы пригласить сюда этот экипаж, он сейчас находится на линии, вместе с непосредственным командиром, который отвечает по единственному приказу за них. Пригласите мы вместе с вами, посмотрим видео, которое он могло зафиксировать, обсудим его, посмотрим. Может быть, вы сразу, как замначальника, примете какие-то меры. Может быть, объясните нам, что же это произошло на видео. Потому что это правильно так, а мы не знаем. То есть я вам сейчас объясню, что произошло. Значит, это экипаж 0734, это Toyota Prius. Вот, может быть, это относится к городским, может быть, к областным, я не знаю, но я знаю, что вы за это отвечаете, как бы, и, в принципе, вы можете разобраться. Мы сразу решили пойти к вам, потому что... Давайте мы переглянем, потому что я не знаю, о чем... Значит, речь идет о том, что остановили человека над руками за превышение скорости. Он ехал 89 км в час в населенном банке. В процессе общения, инспектор ГАИ показал вот рука, в процессе общения он выдвинул версию, что водитель находится в стадии алкогольного опьянения, вот, предложил ему вопрос решить на месте, взял с него деньги, все это зафиксировано. В эквиваленте. Взял в долларах, в гривнах. Ну, суть какова? Суть такова, что сейчас эти люди находятся на линии, сейчас прям работают. С это было выкруто. Ну, это Хмельницкий, вот на объездной у вас. Вам легко выяснить, где находятся эти люди. Выясним. Я думаю, да. Если можно, пожалуйста, мы вам, конечно, покажем, но хотелось бы... Нет, без питания, все-таки факты... Там вон денег. Хотелось бы пригласить сейчас, просто для людей будет это неожиданность, мы бы хотели бы от вас содействовать, чтобы вы сделали звоночек в свой кабинет, пригласили их сюда, вместе с командиром. Мы вместе это посмотрим. Может быть, мы ошибаемся, может быть, это так и должно быть. Но в целом хотелось бы понять, как это так произошло. Да, пожалуйста. Сюда, с вами, разберем ситуацию. Может, так можно, мы не знали. Может, действительно можно... А ну как можно? Не, ну а вдруг поменяли законы как-то? Как бы... О чем вы говорите? Так нельзя действовать. Хотелось бы познакомиться с этими людьми. Имя, фамилия мы их не знаем. Кто это такие на линии? Сюда позвать, пригласить, пообщаться. Сейчас мы выясним, какой транспорт. Это Toyota Prius. 0734? Да. Toyota 0734, чаяц? Это эксперимент, это все. А ну, я с нами не заразвит звонок, все терминал. Дорога не надо. Мы просто... Саша объясняет вам. Мы по всем городам, со всеми начальниками разговариваем, знаем, видим. И мы знаем не на 100, а на 1001%, что каждый руководитель госавтоинспекции в Украине. Каждый. Не каждый. Нет исключения. Каждый замешан коррупционный сайт. Каждый. Более того, мы просто знаем. Я с вами не согласен. Ситуация такая. Ну, я начну с самого начала, и как я общался с вашим замом, мы приехали к вам в регион, после того, как мы встретились с журналистом дорожного контроля Виталием Мацетским. Вам, наверное, знаком этот человек. Так, так. Он сказал нам о том, что Хмельницкая область, может быть, вы были инициатором, может быть, и кто-то другой, сейчас в отношении него возбудило судопроизводство. То есть, будет судебное заседание, в котором вы хотите защитить свою часть и достоинство, не вы лично, а ваше управление, может быть, и вы лично в том, что он вас якобы оклеветал. Нам, мы заинтересовались этим случаем, мы приехали к нему и как бы попытались разобраться в сути. Что же произошло? Он говорит, ребята, в Хмельницкой области существуют целые схемы по коррупции. Я говорю, ну что конкретно, ну что значит схемы по коррупции? Он говорит, ну начинает от линейного состава, заканчивая руководством. Я говорю, ну давай начнем, что? То есть, линейный состав, говорит, повально все, берут взятки, то есть, схемы стандартные, никто нового ничего не придумал, это скорость, это свет сейчас пошел на сезон, это алкогольное опьянение, это негабарит, это фуры, ну то есть, все известно. Мы решили приехать, я говорю, хорошо, мы давай проверим это все сами. Значит, что нам удалось узнать, увидеть в течение полудня, находясь в вашей области? То, что я видел сегодня в вашем регионе, у меня больше о том, что написал Мансельский в своей статье, по большому счету не надо больше никаких подтверждений. До этого момента также мы попросили наших активистов, которые работают здесь в регионе, для того, чтобы не провели журналистское расследование, в рамках которого они зафиксировали, действительно ли те факты, которые он назначил, имеют место быть? Действительно ли то, что говорят о вас, так и есть? То есть, они сняли определенный сюжет, который войдет в общую программу о ситуации по вашему региону, и мы это просто продемонстрируем людям, пусть они оценят. Мы не хотим с вами не судиться, мы не хотим вас не обвинять, мы не хотим ничего, мы оперируем фактами. То, что нам удалось сегодня зафиксировать, говорит само себе. Я каждый развод говорю, никаких денег, помощь людям, помощь. Понимаете, в чем проблема? Может быть, им мало слов? Вот вы им говорите, вот смотрите, если разобраться, по сути, каждый день, месяц в должности, из дня в день вы говорите им о том, что денег не брать, боретесь с ними, может просто слова не помогают, может быть, нужны какие-то другие радикальные действия. Вот есть помощь с вашей стороны. Это, извините меня, это не помощь. То, что мы сейчас сделали, это не помощь. Я сегодня выполнил за вас вашу работу. За работу, вы понимаете, что у меня своя работа, у вас своя работа, я не должен выполнять вашу работу, а вы мою работу. Да, если бы не было этого прецедента с нашим журналистом, с Виталием Мацетским, в принципе, сомневаться в том, что в Хмельницкой области все в порядке, у нас бы не было причин. То, что он рассказал нам, я говорю, Виталик, ну подожди, ну ты же в области там, ну поедь разберись, ну что, я откуда буду ехать, с Киева к тебе, чтобы разобраться в делах в Хмельницке? Он говорит, ну вот я разобрался, вот, пожалуйста, смотрите. Ну, теперь вот эти материалы дела, которые собрали мы, мы передадим ему, пусть, может быть, это поможет как аргумент в суде ему выиграть это дело для того, чтобы, я не знаю, не для того, чтобы унизить вас или там запятать вашу репутацию, ни в коем случае. Если вы посчитали нужным оправдать себя, значит, это ваше право, вы имеете на это полное право. Мы лишь ему просто помогли и сделали то, что мы можем делать. Поэтому смотрите сами, разбирайте ситуацию, мы это все опубликуем, посмотрите сюжет полного дела. Стандартный вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Это он, да, я понимаю? Да, да, да. Да, да, с вашей рождения. Меня Александр зовут, это Виталий, мы по редакционному заданию у вас. Скажите, пожалуйста, сегодня в процессе вашей работы на линии были составлены протоколы по 130 стеке? Нет. А попадались ли вам сегодня в процессе выявления правонарушения водителей с признаками алкогольного отвинения? Вы говорите, как есть. Попадались ли? Не было никого. Все, работали сегодня, патрулировали свой маршрут, работали патрульные автомобили, также находились на определенных участках с измерительным прибором с руками, на которые фиксировали нарушение статусного режима. Попадали водителей за скорость, за зарядность, за скорость. За скорость тоже? Працевал тоже. Не, я понимаю, вы сегодня за скорость были сложены протоколы? Не, не попался, да? Да. Не попался, никто. Играя 83, там 82 ехали. Я думаю, что он в состоянии, да, ответить за себя. Он же инспектор самостоятельный, я понимаю. Я думаю, что да. Он принимает решение наказывать водителей или отпускать? Можливо. Не советуется с руководством, с вами не советуется, когда принимает решение наказать на месте, либо отпустить. Либо же отзванивается и спрашивает. Принимает решение сам? Я хочу, чтобы я его конкретно видел? Да. Когда он останавливает водителя, он принимает решение наказать его, либо же предупредить? У нас в Индии есть зимно, что на заколдавство. Ладно, вы не поняли сути, ну ладно. Если можно, у вашего напарника я хотел бы продемонстрировать. Стоп-кадр, это вы на видео? Я. В данном конкретном случае, за что был остановлен водитель, вы помните? Нет. Не помните? Давайте посмотрим чуть-чуть, может быть это... Расскажите, пожалуйста, что произошло после остановки данного водителя? За что он был остановлен? У вас же нету что-то. Нет, ну вы можете... Мы держим вас сюда. Хорошо, не мне, руководству пояснить. Все, здесь, да. Брали деньги с водителя? Брал. Сколько? Вы знаете. Сколько брали деньги? Я знаю. Ну вы можете ответить? Вы знаете. Вы стесняете? Вас вынуждали? В принципе. В принципе. Ну все, развода, что не потребует. И я не потребую. Да, все, все, спасибо большое. Да, спасибо. Я буду в городе чекать. Чекать, да? Чекать. Спасибо, да. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ну как так? До свидания.